Развитие шахмат, являющихся редкостным инструментом повышения интеллектуального потенциала в Узбекистане, отводнята до уровня государственной политики. Как результат, с 2018 года по 2023 годы выходит несколько постановлений за подписью президента. Утверждена государственная программа развития шахмат до 2025 года. Принимаемые меры, безусловно, отразились и на высоких показателях наших шахматистов. Сегодня Узбекистан становится одним из главных конкурентов в доселе опытных стран. Это подтвердили и результаты 45-й всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Будапеште. Среди 197 стран мира наши гроссмейстеры стали третьими, набрав в сумме 17 очков. Но все же первые места на этом турнире также покорились Узбекистану. В отдельных индивидуальных зачетах наши шахматисты показали высокие результаты. Членов сборной Узбекистана в торжественной обстановке встретили в международном аэропорту Ташкента. Шахматная игра, в которой сходится разум и стратегия, интеллект и выдержка. Для Узбекистана это не просто спорт, а символ стремления к вершинам и победам, к новым интеллектуальным высотам. После яркого выступления на 45-й всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште, наша сборная вернулась на родину заслуженными почестями, привезя с собой не только медали, но и гордость за страну, вдохновение для будущих поколений. Эта олимпиада – одна из самых престижных соревнований в мире шахмат, где встретились представители почти 200 стран и лучшие гроссмейстеры планеты. 11 туров напряженной борьбы, в которых узбекские шахматисты показали высочайший уровень мастерства, позволили команде подняться на пьедестал почета. Наша сборная, состоящая из Нодрбека Абдуса Торова, Джагенгира Вахидова, Джавахира Синдорова, Нодрбека Якубоева и Шамсиддина Вахидова, продемонстрировала не только свою силу, но и подтвердила свои предыдущие достижения. Еще два года назад на всемирной шахматной олимпиаде в Индии наша сборная стала чемпионом, завоевав золотой кубок. И этот успех был продолжен в Будапеште, что вновь открыло Узбекистан миру шахмат. Среди соперников узбекской сборной на пути к успеху были команды из Тринедада и Табаго, Египта, Хорватии, Молдовы, Израиля и Украины. Финальная битва Сербии и сборной Франции, возглавляемая гроссмейстером Максимом Вашьелагравом, была одной из самых напряженных, но наша команда продемонстрировала высший уровень мастерства, что позволило добиться решающих очков. Особенно стоит отметить индивидуальные достижения наших шахматистов. Шамсадем Вахидов и завоевал золотую медаль на своей доске. Нодрбег Абдусат Торов, один из самых ярких молодых шахматистов, завоевал серебряную медаль на первой доске, где соревнуется сильнейшая игра с мастерами мира. Эти результаты свидетельствуют о высочайшем уровне подготовки и таланта нашей сборной. Кроме того, женская сборная Узбекистана, в составе которой выступали Афруса Хамдамова, Нюлюфарь Йокубоева, Умидо Омонова, Маджона Маликова и Нодре Нодрджонова продемонстрировала высокий уровень игры, заняв 12 место среди 184 команд. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей Олимпиадой, где команда заняла 31 место. Особенно отличилась Нодре Нодрджонова, завоевавшая серебряную медаль своей доске. В острой и бескомпромиссной борьбе они продемонстрировали высокий интеллектуальный потенциал, непоколебимую волю и стойкость, опередив команды таких стран, как Китай, Сербия, Армения, Германия, Азербайджан, Словения и Испания. Это достижение вселяет в нас гордость и радость, а также вдохновляет на дальнейшие победы. Накануне глава государства направил поздравление сборной Узбекистана по шахматам. На торжественной церемонии встречи в международном аэропорту Ташкента его зачитал советник президента республики Узбекистан Одель Абдурахмонов. В нем отмечен огромный успех наших шахматистов, являющийся практическим результатом огромного внимания, уделяемого молодежи в Новом Узбекистане, осуществляемых масштабных реформ по развитию спорта, в том числе самого интеллектуального – шахмат. В первую очередь стоит отметить, что благодаря возможностям, созданным нашим президентом в 2022 году, сборная получила золотой кубок. Тогда многие думали, что это просто совпадение. Но вот в этом в 2024 году мы играли на равных с чемпионами. Только с нами Индия сыграла в ничью, остальных всех побеждала. Однако в конце в решающих дополнительных играх мы получили бронзу. Но в 2026 году у нас есть большая возможность вернуть кубок назад. Благодаря созданным возможностям и накопленному опыту, наши юноши и девушки ради Родины, народа, поклонников и для страны обязательно будут достойны сражаться, вкладывая всю свою силу ради чемпионства. В турнире было все отлично, постарались максимально, чтобы заработать золотой медаль. Индия, которая стала чемпионом в Будапеште, они единственная команда, которая играла изначально до конца партии против нас на ничью. Еле-еле в конце им удача улыбнулась, и они с нами еле-еле сыграли ничью. Это о чем мы говорим. Такие все люди до нашего турнира, Индия выиграла много-много сильных стран, как Америка, Китай и все других. А против нас они уже духом боялись. Их не тренеры, их не все народы знали, что мы единственная команда, которая им поставит серьезную проблему. Я в первую очередь хотел выразить благодарность нашего президента и нашему народу, нашему болельщику позволили от нашего президента дать нам мотивацию. Я еще раз получил, наша команда получила большой дух, и мы обещаем, что в 26-м году обязательно мы заеваем золото. Торжественная церемония в Ташкенте собрала многочисленных поклонников шахмат и общественность, которая с гордостью приветствовала своих героев. Признания, поздравления и слова благодарности звучали в честь наших чемпионов. Мы с семьей с волнением наблюдали за каждой игрой. Узбекистан занял почетное место, и церемония награждения проходит особенно торжественной. Хочу поблагодарить нашего президента за то, что он так высоко ценит труд наших спортсменов. Я счастлива быть бабушкой своего внука. Мы услышали поздравление президента. Это, конечно, мотивация для наших спортсменов. Пусть чемпионов становится еще больше. Я уверена, что в 2026 году наши спортсмены вернут себе звание чемпионов. В 2026 году Узбекистан впервые станет организатором Всемирной шахматной олимпиады. Это событие станет новым вызовом для узбекских шахматистов. Интересный факт. Пять красмейстеров Узбекистана занимают почетные места в мировом рейтинге ФИДе, среди которых Нодербеги Абдусаторов, который возглавляет рейтинг среди юношей и занимает шестое место в общем зачете. Этот успех не только результат их таланта, но и упорного труда, профессионализма и любви к шахматам. Шахматы – это спорт, который не знает границ. В него играют все. И Узбекистан готов продолжать покорять новые вершины. Поздравляем наших чемпионов и желаем им дальнейших успехов на международной арене, в том числе на следующей Всемирной шахматной олимпиаде, которая впервые состоится в Узбекистане в 2026 году.